тебе не тяжело так ты много грузишь поменьше клади сыну такая красота образовалась я в прошлом году ждала цветение этого кустика в этом году он прям вот такой не пышный красивый я не знаю как он называется заодно переберем остаток лука не будем выбрасывать будем использовать при посадке картофеля говорят что это отличное средство при борьбе с пролочником сегодня работать одно удовольствие птички поют черемуха цветет солнышко правда жарко конечно но ничего мы справляемся нам уже осталось совсем немного скоро мы будем на финише сегодня мне вот в помощниках сынок еще у нас одна вот такая корзинка картошки и мы считаем с картошкой справились на этот год дай бог будем ухаживать и ждать хороших урожаев с картошкой я значит справилась садила даже немножко лука и кажется подошло самое время уже накрывать парник вот сын накрыли парник я пользуюсь как бы моментом решила пораньше посеять вот такие вот китайские огурчики здесь сделала вот такие две лучки положила по три семечка думаю этого наверно хватит буду как-то стараться формировать здесь прям под акрилом вот буквально пять минут постояла и такая жара я сейчас это пролила вот сюда вот на краешек посеяла салат айсберг получилось конечно густо но я решила что я буду вырывать оттуда лишнее и потом оставлю единичные какие-то растения хочу все-таки попробовать его вырастить на вкус он не очень нравится ну вот вырастить его получается конечно не всех но я буду пытаться попытка не пытка поэтому вот такие вот дела и вот еще я сейчас подумал что зря я не привезла с собой перцы и вон туда могла спокойно их рассадить высадить стаканчику потому что они него все набирают цвет ну ничего я наверное подожду пока пройдет вот это вот знойная жара и все-таки привезу их и туда высажу я вот прям сейчас сейчас хожу и наслаждаюсь вот этой сказать первозданной красотой природы вокруг все цветет благоухает и знаете даже пчелки так жужжат вот у них какая-то вот будто бы музыка под крыльев раздается смотрите как у меня этот кустик еще больше принарядился вообще с каждым днем все шикарней и шикарней становится красавчик стоило ждать два года чтобы увидеть вот эту красоту ну а мои желтые тюльпанки уже отцветают жара потому что а вот эти даже не успели путем подрасти такими маленькими распустились тоже очень очень красивые вы не представляете как это здорово другом поют птицы тишина еще добавок птицам поют лягушки вообще даже вот их не кваканье настолько в приятных слуху говорит о том что весна лето все просыпается а ты что делаешь 4 листочный клевер давай ищи мы кстати видео подсадили клевер видишь вот такие вот кучки по выкапывали с артемом и подсадили клевер таким образом хотим распространить лужайки я не знаю как это называется ум это семейство четков вот он такие маленькие мелкие красивые розочки вот он в любое время все время такой становится другим вот он сейчас такой а до этого у него были только веточки и вот эти маленькие розочки бутончики они просто розовели сейчас он такой потом он начнет набирать цвет за розочки становятся большими потом наберут цвет и вообще это очень шикарное растение если кто-то знает название подскажите пожалуйста мне я бы хотела знать как она называется вот так в общем то ничего больше показать потому что еще ничего путем не цветет а хотя я забыла вам показать у меня же расцвела машина мой шиловидный флокс вот какая красота смотрите это сиреневый кустик почему-то не хочет путем разрастаться хотя я их покупала вот в одно и то же время вот этим белым среди какой белый уже вот такой сантиметров 50 разросся вот этот сиреневый его то крот перерыл то что то у меня замок в общем не хочет он не можете как разрастись хотя цвет у него вообще классный еще хочу показать что у меня в первый раз вообще первый раз вот в этом . в этом году вообще в первый раз расцвел баданчик и в том году садила вот такие у него симпатичные цветочки там у меня соседи занимаются посадкой похоже они тоже сажают лук вот такая красота тут у меня значит начали подниматься хосточки вот одна более ранее который с белой каемочкой она уже такая вот нарядненькая а вот здесь под деревом во все уже орудует муравьи значит что нужно срочно срочно с ним бороться и следующий приезд сделать в чип пояс барвинок сухие надо пообрывать он тоже поросли пошли скоро начнет свести так проверим что тут у дедов теплицы где-то новая теплица чистенькая беленькая но у деда уже вовсю растут огурчики вот дед молодец четыре штуки редиску уже все посадил все в редиски чё тут уже намочил виноград поставил черенки чё тут у бабули наполовину у бабули тут вовсю сходят какие-то травки муравки капуста перчик высадила бабуля ой а помидорки то он какие хотя у меня тоже такие есть ничего нарастут здесь у нее уже что-то помидорки у какие здесь ее любимые баклажанчики тут она похоже цветочки насеяла это наверное цене и похоже питание здесь у нее уже все сидит ведра молодец дед бабушка работает а тут что творится мой тут бабушкин помощник самый маленький самый маленький внучок трудится привет все как успехи получается тебе не тяжело так ты много грузишь поменьше клади сну ты какой силач осторожно опа и прям как горный козлик раз заскочил туда у это все твоя работа да какая красота вот ты молодец сколько платят в час а чуть-то не договорился что уже заплатили авансом взял что вот а теперь тебе отрабатывать надо чего сколько за много заплатили ладно не буду тебе мешать неправильно доделаю извините я вообще не умею складывать дрова ты умница мы оба оба о в в в в Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok